Вы не поверите, кто находится у нас в студии. Конечно, вы видите это, но вы не поверите. Это настоящая красная шапочка и практически серый волк. Практически, да. О всех подробностях мы спросим Елену Шабанову, пресс-секретаря парка Флоры и Фауны Рой Фручей. Здравствуйте. Доброе утро. Кто сегодня с вами? Это красная шапочка и серый волк. Да, главное не перепутать. Отлично. К чему приурочено? Мы знаем ночь в зоопарке, но красная шапочка, она вроде не ночью. Ночь в зоопарке в этот раз посвящена страшным сказкам, и поэтому у нас будут различные герои, будет страшно интересно, ужасно волшебно. Будет красная шапочка с волком, будет баба-яга, будут вампиры разные и так далее. Ну, то есть и сказочные герои, и страшные герои. Кроме того, в этот день, придя в зоопарк, вам нужно будет пройти несколько страшных локаций, и тогда вы становитесь участниками розыгрыша, в котором будут разыграны сказочно богатые призы. Это и драгоценные украшения, сертификаты в рестораны, спа-салоны и так далее и тому подобное. Страшная локация – это от квест-румов. Ну, то есть, все и знают, да, вот эти вот… Клетки с хищниками будут принимать участие в этих локациях? Ну, давайте я вам расскажу. Квест-рум организует, в общем, следующую локацию. Вам надо войти в темный-темный дом, подобраться к темной-темной двери, открыть ее, там будет темная-темная комната, и там живет страшный-страшный зверь. Надо совершить некий ритуал, приручить зверя, и тогда вы, в общем, проходите эту локацию. Ритуал называется «Выжить». Приходите, пробуйте на себе все сами. Кошмар, а детям-то можно? Не будет страшно? Специально для детей делаем лайт-версию. С фонариками. Да, с фонариками. Тоже в клетке с медведем, но с фонариком. Так, ночи от скольки до скольки. А, 23 июля, в ночь субботы на воскресенье, с 20.00 до полуночи. До полуночи. Все пришедшие в сказочных костюмах и в страшных костюмах получают счастливый билет в парк, то есть льготный билет в парк. Костюм может быть из разных сказок, из русских народных. Безусловно. Я так полагаю, Ганс Кристиан Андерсон, замешанный в этой истории. Ну, прям классно. А можно будет сфотографироваться с волком и красной шапочкой? Будет, да, множество у нас фотолокаций. Это и Алиса в стране чудес. Вот такая замечательная красная шапочка с волком и Аленушка с козликом и так далее, и так далее, и тому подобное. Я бы у нашей красной шапочки хотел спросить. Вот вы с волком, вот с вашим, давно знакомы? Давно знакомы. Действительно, вот, ну, если открыть глаза, да, действительно, вернуться в реальный мир, то это хаски. Хаски. Похожи на волка иногда, да? Да. Некоторые путают, которые не знакомы с этой породой. Многие путают, в зоопарке все проходят. Это волк, нет, это собака. А вот эта собака, она питается чем? Красными шапочками и бабушками? Да, частью мной. Питается кормом. Также у нас в зоопарке и мясом у них. Да. Ну, давайте немного приоткроем, какие животные будут задействованы вот в эту ночь? Ну, в эту ночь будут задействованы, на самом деле, все наши ручные животные. Это и гуанака, и носуха-ксюха, и кролики, и вот хаски, и собачки-самоеды, и верблюжонок, и так далее. А кроме того, хотел сказать о том, что пройдет ночная экскурсия, на которую нам нужно предварительно записаться. Ночная экскурсия пройдет по всему зоопарку. В этот раз внимание будет уделено героям сказок, животным героям сказок. А кроме того, все участники экскурсии смогут самостоятельно из собственных рук покормить дьявола. Именно так называют на родине лемуров. Потому что они совершенно страшно кричат, потому что они как привидение в ночи тихо двигаются. Кормить будут, это тоже отдельное испытание для экскурсантов, личинками жуков. Сейчас не будем давать в руки, дадим специальные инструменты, с помощью которых люди смогут взять. А что нужно сделать, чтобы лемур закричал? На самом деле они таким образом отпугивают вокруг людей. А, вот так. Поэтому, да, если вы будете, наверное, активны, то они начнут кричать. Ну, мы говорим о том, что не надо, в общем, наших животных специально дразнить. Лучше посмотрите, какие они милые, какие они хорошие.